Испытание Время меняет масштабы, и порой люди, которые когда-то казались нам значительными, как бы уменьшаются в размерах, особенно если мы сравниваем их с тем истинно великим, что мы увидели и узнали дальше на своем пути. Время расправляется и с воспоминаниями, стирает и гасит их, если они нестойкие. И то, что в былую пору пленяло или занимало нас, вдруг бесследно уходит из памяти, словно лист, унесенный ветром. Ведь жизнь человека — это миг вечности. Все, что истинно ценно, истинно крупно, становится только крупней, проверенной временем. Немногие в наш век прожили более насыщенную, самыми разными событиями жизнь, чем этот милый, обаятельный человек. И повидали больше, чем он. От Средней Азии до самых дальних окраин Запада. Он перезлучал пространство от Ближнего до самого Дальнего Востока и обрел много друзей более, чем в ста странах мира. Не сомневаюсь, что в памяти многих наших соотечественников уже вспыхнул знакомый, точно освещенный пламени магний, образ Мухидинова Нуридзинокрамыча. Образ объемный, зримый, полный, живой прелести. Человек редкой чуткости и обаяния. Это так редко теперь. Поколение 50-60-х годов прекрасно помнит Мухидинова, известного государственного и общественного деятеля, сделавшего безмерно много самых добрых дел как для своих соотечественников, так и для людей многих стран мира. Знает его как решительного заступника за все, в чем он был уверен, и в честности чего он был убежден. Знает как строгого критика, и в глубине его, часто резких, но справедливых суждений, было искреннее желание успеха всему достойному. Помнят его громкие речи и смелые доводы, заставляющие иногда бледнеть окружающих. Истинный патриот, горячо любящий свою родину, он принадлежит и всему миру. Весь мир был полем его деятельности. Каждая страна, где он побывал, представляла для него особый интерес и особое значение. В свои 80 лет Муридзинокрамыч обладает совершенно изумительной памятью. Если он что-то услышит или прочитает, то это навсегда остается при нем. Он может вспомнить самые сложные тексты, помнит все события жизни. Эта богатая одаренность вместе с дисциплиной, которую он считает необходимой для каждого человека, помогли ему достичь определенных высот и, не упадая в события, с верхней точки оценивать любые ситуации жизни. Из нескольких фактов с чуткостью подлинного Творца он определяет цельные положения. Чаще он говорит не так, как есть, а так, как будет. Не считает он себя провидцем и неприемлит орела святости. Он от мира сего. И он подвержен слабостям не меньше, чем мы, но он видел мир. Жил в нем широко открытыми глазами. Прошло через самые суровые испытания, какие выпадают на доли человека, оказавшегося волей и судьбы в высшем руководстве Советского Союза. Участвовавший в формировании советской внутренней и внешней политики. Множество событий в жизни человека – это испытания. Мы все получаем уроки жизни, но не все усваиваем и еще меньше понимаем школу нашей планеты Земля. Нарезинокрамыч блестяще прошел и блестяще исполнил с высшей данной ему предназначений быть личностью во всех ситуациях и оставаться человеком прежде всего. Если помнить, что человек – дух Божий, дух космический, оттуда пришел лучом, туда и вернется. Нарезинокрамыч появился на свет в начале века, в дни рождения новой эпохи, когда Эйнштейн опубликовал свой первый труд о теории относительности. Родилась ядерная физика. Пикассо выставлял первые кубистические полотна. Блок мечтал о музыке революции, а Островинский начинал революцию в музыке. Робин Ронат Тагор, став лауреатом Нобелевской премии, стал первым, кто запечатлел в сознании Запада тот факт, что мудрость Азии жива. В октябрьский вечер свершилась революция. То была эпоха рождений. 19 ноября 1917 года в Ташкенте, в Махале с поэтичным названием «Алан», в прохладный осенний вечер Шамухиддин стал отцом. Сына назвали Нуриддином. Мне посчастливилось родиться в хорошей, благородной, весьма трудолюбивой и честной мусульманской семье. Мой прадед Шо Якуб был ученым. Он владел не только узбекским, персидским, арабским языками. Он много писал стихов, переводил всех языков на узбекское. На память знал столько легенды, эпосов. И это Хамсе Наваи. От начала до конца он на память рассказывал. Но после него мой дед Акрамшо. У узбеков не принято отчество имеет. Имя и фамилия. Я нарочно взял деда, чтобы всегда он был со мной. Я с ним. Он тоже был таким грамотным. Он был трудолюбивым человеком. Сад маленький, огород, виноград. И он был шорником. И вот он содержал нашу большую семью. И он тоже много знал. Другой мой дед, болезнь и матери, Махамаджон Ходжи, он дважды посещал Микимедине. Он был очень значительным человеком и довольно обеспеченным. Он торговым работником был. Его считали торговцем гильды номер один. Вот такой был несколько гильды. Но отец мой с самого начала советской власти был руководителем Махали. И сапхоза работал. И он такой учебственный человек был. Вот в такой семье я вырос, где труд, честность и порядочность, знания очень высоко ценились. Вот два примера я тебе приведу. Какой был? Мне было, наверное, шесть лет. На коне мы едем, впереди дедушка, позади его я сижу. Едем, вдруг на улице Чхатая останавливают коня. Мне берет за руку, говорит, слезай. Слез и говорит, вот смотри, говорит, вот нам на тротуаре кусочек хлеба лежит, лепешка. Иди подними. Я подошел, поднял, неси сюда. Принес, он взял платок, вытер, это, маленькая крошечка, сам положил в рот и мне дал, столько ешь. Остальное, говорит, вот положи вон туда, выше. Проешь, кто-нибудь захочет покушать или для птицов. Это больше, говорит, садись теперь. Сел, говорит, ты запомни навсегда, кто так, говорит, относится к хлебу, говорит, сам он, говорит, без хлеба останется. Хлеб, говорит, нам дал Бог, чтобы мы жили счастливо. Если он отвергает дар Бога, он будет нищим. Вот это я запомнил. Как надо дорожить, беречь. Другой еще один маленький пример приведу, потом другой. Как-то мы дети учились в школе, возвращаемся в Аллан, Уйвуэль. Напротив нас был шех Амэке. У него дувал, раньше был маленький, невысокий. Смотрим, чудесный, черешный, там, урюка, все зрелые. Решили рискнуть, три мальчика. Оставили свою сумку и через забор, полезли через дувала, поднялись. И с наслаждением едим черешни. Он подошел, посмотрел на нас, и мы не знаем, что делать. Дал бы Бог крыло, как бы отсюда вылетел бы куда-нибудь. Или другой вариант, прыгнуть на улицу, невозможно, далеко, высоко и забор. И вот он мне говорит, ешь ты, ешь ты, мальчики. И все, отошел. Ну, кто из нас будет есть? Не знаю, что дальше. Он подошел, говорит, покушали, говорит, давайте слезайте. Слезли и пойдем за мной. А у него там спа. На спа, это, тахта и вокруг курпача. Вот, говорит, арок, бойте себе руки. Вот полотенце, хурхола, дала нам полотенце. Садитесь. Мы сели на досоргане, черешный, виноград раны, урюк, все, что есть, и клубники, все там есть, лепешки и чайник, чая, два чайника, зеленый и черный. И он, его жена, бабушка, она тоже принесла, говорит, ешь ты, ребят. Сама, он нам дал лепешки, и вот он продолжает, говорит, ешь ты, ребята, я на вас не обиделся, я рад, что вы зашли ко мне кушать, потому что, говорит, мне уже нельзя кушать, зубы меня, говорит, не выдерживают, фрукты есть. Бабушка, видите, какая она старуха, мы это выращиваем для вас, для людей. Мои дети, вы знаете, один, говорит, далеко отсюда, другой, говорит, уехал куда-то, бабушка замуж вышла, может, забрал в Казахстан. И вот мы вдвоем сидим, видите, какой, говорят, богатый, вот для вас, всегда вам, когда хочется кушать, заходить, но, ребята, запомните. Вот этот дувал я сделал не для людей, для скота, чтобы овцы, козы, коровы не лезли. А он говорит, а вам вот дверь, открыть всегда, нет ключа, нет замка. Любое время заходите, ассаламу алейкум, поздоровится, рукой помыть, лезьте на любое дерево, кушайте столько, сколько хотите. Если хочется взять с собой, берите для своих родителей. Вот мои слова вам, чтобы было наставлением на будущее. Вот оттуда вышли, вот видишь, с дедом 6 лет было, значит, 71 год тому назад. С Шайхамакем, это было, наверное, мне было 8 лет, значит, тоже 69 лет. На всю жизнь это для меня была школа. Но потом меня воспитали такие люди, великий певец Тучхапус, он часто у нас был, с моим дедом он певцом. И потом это Ишан Бабахан, это прадед нынешнего нашего муфти. Он у нас бывал часто, он меня воспитывал. Абдулла Кадри часто у нас дома был, с моим отцом он дружил. И потом Абдулла Аблауни, первый марксист, еще в 18-м году, как манифест коммунистической партии, он с немецкого перевел на узбекский язык. Вот с такими людьми я вырос здесь, а потом в 1934 году поехал в Москву. Подающий надежды юноша был направлен наркоматом просвещения на учебу. В Москве, будучи студентом, Друзин Акрамыч в марте 1938 года стал очевидцем потрясшего его события. Свидетелем суда над ведущими деятелями партии большевиков Бухариным, Рыковым, Икрамовым, Хаджаевым и другими. Они сидят, Бухарин, Рыков, шестим ли еще таким-то Акмали Крамовым, седьмим или восьмим, фазил Хаджаевым и так далее. Все они сидят, все руководители. За каждым из них солдат с ружьем, винтовка и штеком стоят. Ни в коем случае друг с другом не надо разговаривать. Ну, Дангушинский, его помощники в этой стране, секретарят. В зале у нас несколько человек. Так, не представляя себе, я ночью, если вспомню, тут же я должен встать. Значит, чего-чего? Мы на Икрамова, на фазилах Хаджаева, у избекистана молились. Наши вожди были. Всюду мы несли их портреты. Мы все, я тоже нес их портреты. Первые советские руководители, узбеки, до него был Иванов первым секретарем. И вот их вдруг носками подсудимых, арестантской халате, они сидели за каждым из них, солдат со штеком, с винтовкой. Суд идёт. Знаешь, я думал, я в обморку пойду. Настолько для меня это было непонятно всё это дело. Ну, секретарь со мной сидел в высоту, он взял меня крепко, за руку говорит, держись. Вот там их судили. Но нас пускали на одно заседание. Как раз, когда мы первый раз в Бухарине, допрашивали Бухарина и Рыкова. Но мне очень хотелось послушать и Крамова, и Фазлахожаева. Как это получится. Потом вернулись, получилось у нас заседание, на одно заседание. Вернулись, я убедил, всех просил, умолял, а меня достали ещё на одно заседание. Это было 11-го. Накануне заканчивались конец. И вот там Вышинский генеральный прокурор признёс обвинительные речи. Страшно. Они враги народа, предатели, изменники, сволочи. Хотели свою сродину продать и предать. Вот такие жулики махровые, шпионы иностранцы. Вот такие слова. И тогда, закончив, это Ульрихт, генерал-полковник юстиции, он председательствовал. Вышинский генеральный прокурор, он обвинял. И так он дали слова обвиняемым. Я вот скажу тебе, наиболее сильный, теоретически подготовленный, интересный был Бухарина. Теоретик. Как он глубоко узнал марксистско-ленинские учения? Как он держался? Так цитировал на память, что сидячий никто не знал. Ни Ульрихт, ни Ульрихт, никто. Но потом мне произвело впечатление этого нашего фазела Хачаева. Встал, говорит, я, извиняюсь, не полностью владею русским языком, если у меня будет искажение, прошу прощения. Но он, сказал он, сын буржуя такого-то, ближайший мира человека, но произойдет он некоторую вину, что он создал партию. Он хотел свободу, независимость для Узбекистана. Но предательным изменником он не был никогда. Вот он кончил. А потом через одного дали и краму. Ахмаль и краму. Встал он. Он говорит, вот я хочу вам сказать, граждане судей, вам, генеральным прокурорам, передайте товарищу Сталину, найдите форму опубликовать мою последнюю речь. Я не боюсь смерти. Но я хочу, чтобы все, кто знает меня, слышал, знали. Я искренне от души последнее моё слово скажу, что я никогда не был предателем, никогда не был изменником, никогда не был врагом народа. Я сам из народа. И вот моя мечта была сделать счастливым, радостным, обеспеченным народу Узбекистана. Я хотел, чтобы Узбеки с Россией, другими союзными республиками, жили в руководниках вместе, как родные братья. Спустя 20 лет, будучи руководителем правительства Узбекистана, Мухединов после смерти Сталина приложил немало усилий, чтобы Акмаль и краму, Фазилла Хаджаев, Абдулла Кадыри и многие сотни других невинных жертв сталинских репрессий 30-х годов были реабилитированы. К концу 50-х годов одними из первых в Союзе. Ценой больших усилий Мухединову удалось выделить из своих соотечественников из общего списка. Заметьте, Рыков и Бухарин и остальные жертвы репрессий были реабилитированы лишь в феврале 1988 года при Горбачеве. Дал себе клятву, чтобы докопаться до истины, разобраться. В октябре 1917 года впервые в истории человечества была сделана неудачная, жестокая, но вполне реальная попытка не на небе, а на земле создать справедливое общество. Появился идеал. Жизнь людей наполнилась смыслом. Это был тот идеал, который ныне рухнул, и имя ему – общее благо. Сегодня звучит как никогда утопично, но, возможно, для исполнения именно этой цели и пришел на землю человек. А мечта о справедливом коммунистическом обществе и вера в грядущее тысячелетнее царство Божие на земле суть одна и та же. Вспомните послание Махатмы великих учителей Индии, переданное Чичерину и Еленой Ивановной Рерих, где приветствовалась новая эпоха, как эпоха просвещения, всеобщего просвещения, эпоха света, как эпоха общего блага. Великая сила, святая вера в идеал, сознательна и добросовестна, что было, собственно, характерно в то время для большинства людей. Поверившего во всеобщее благо, граждане нового государства участвуют в укреплении советской страны. Мухеддинов, один из таких людей, после окончания вуза пробует свои силы в Бухаре, затем едет на Украину, где поступает в Киевское военноучилище. Не успев получить диплома, в июне 41-го года в 4 часа утра у реки Прут получает свое первое боевое крещение. На фронте мне пришлось воевать в России, не в севере, а вот начиная с Закавказии, Волгоград, Сталинград, и дальше Северный Кавказ, и до центра Германии, до Вены, Эльбы. Вот это все мне пришлось увидеть, самому участвовать, одним из самых от Волги до Эльбы. Вот где проходила моя фронтовая служба с Тургами. Говорит Москва, Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Возвращение к мирному труду. Случайная встреча с другом детства, Якубом Алиевым, ставшим министром, только созданного в Министерстве иностранных дел Узбекистана. А несколько позже с Усманом Ясуповым, хотя, конечно, ничего случайного не бывает. Мухеддинов привлекается в аппарат руководства республикой. Лектор ЦК. Первый секретарь Наманганского обкома партии. Секретарь по идеологии и первый секретарь Ташкентского обкома партии. Председатель Совета министров Узбекистана. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. С 1951 года член ЦК КПСС. Входит в состав Политбюро ЦК. Этой ступени он достиг 40 годам. Но Рединокрамыч оказался самым молодым в высшем партийном руководстве и единственным за всю историю КПСС представителем от Среднеазиатской части Советского Союза на вершине партийной и государственной власти. Вот на днях мне прислали из Москвы журнал «Ижемесячник» совершенно секретно. Семенов знает. Самый секретный документ он оглашает. Вот в январском номере опубликован секретный доклад Хрущева на 20-м съезде о Сталина. И он фотографии берет на первой странице самого Хрущева. На второй странице несколько человек у нас на закрытием заседании 20-го съезда. Проводят, руководят вулканин, а мы сидим. Молотов, Ворошилов, я и Жуков. Да. И автор пишет, что, к сожалению, ну, пишет, как это проходило в закрытии заседания, о чем говорили. К сожалению, много не можем сказать, потому что многие уже вышли из жизни, ушли. Остались единицы. Вот так. И обо мне тоже широко пишет. Опубликовано. Там в целом неплохо, но много враньё. Потому что дали интервью совершенно некомпетентные люди, которые не участвовали в заседаниях политбюро и так далее. Вот Семичастин, Щелепин, Щепил и так далее. Так вот, на днях мне оттуда позвонили. Говорят, Нурдон Аграмович, обратили внимание, мы там вас не цитируем. Вы знаете, вы живы. Работу эту книгу вас читали. Ваша книга, говорит, вдохновила нас, чтобы вот такую дать материалом. Но там, говорят, а вас ещё нет о ваших высказываниях. Убедительно просим представлять интервью. Мы пошлём. Или сами приезжать. Как вам удобно продолжать эту тему, вынести полную ясность. Мухединов не просто политик. Он философ, государственный деятель. Так называемое время оттепели – это лучшие годы его жизни. Будучи первым человеком в правительстве Узбекистана, он занимается национальными вопросами внутри советского государства и восточной политикой на международной арене. Собственно, в связи с этим Хрущёв и пригласил его работать в Москву. Находясь на этом посту, в 1956 году неоднократно выступал о необходимости реабилитации невинно пострадавших народов Северного Кавказа, Крыма, Закавказье, высланных в Сибирь, Казахстан, Узбекистан. Добился выхода указа о реабилитации чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков и других народов. Они были восстановлены во всех правах политических, территориальных. Была оказана помощь в возвращении на родину. Мухединовым принято решение ехать на работу в Москву. На всю жизнь запомнил Нурединокрамыч слова на путстве отца перед отъездом. Я процитирую из книги. Помни, там, где будешь служить, ты не первый и не последний. Люди работали на тебя, будут работать и после. Трудись добросовестно, честно. Самое опасное – злоупотребление властью. Будь с людьми, особенно с подчиненными, скромным, веди себя как равный. Умей прислушиваться к ним. Сделай так, чтобы после твоего ухода на другую работу в этом коллективе всегда о тебе вспоминали добрым словом. Я буду за тебя молиться. Храни тебя, Аллах. Отношение Хрущева к Мухединову было весьма доброжелательным. Он выдвинул Нурединокрамыча в состав политбюро. Несколько позже предложил пост заместителя председателя Совета Министров Советского Союза. Точнее, его заместителем – Хрущева. Но, увы, были в политбюро люди, которые не признавали за Мухедином лидерство. Не укладывался он в прокрустовые ложи. И это раздражало многих. Были в его жизни тяжелые моменты – месть, клевета, покушение на жизнь, замечу, неоднократные. По натуре человек он прямой и честный, не примыкал ни к каким группировкам, так и не приспособился к тем нравам, а потому был вынужден уйти. Многие пытались ему угрожать, но люди не понимают такой простой истины, что любой инструмент рано или поздно выскальзывает из рук и задевает самих создателей. Вот только звонок из Москвы. Переполох, Калюшин звонит, министр связи Узбекистана, и Сибирцев, мой помощник, и они говорят, Нурденокрамыч, очень срочный вопрос, возьмите трубку. Я говорю, Калюшин, министр связи, Нурденокрамыч, Кремль, хочет с вами связываться. Я говорю, кто там в Кремле хочет со мной? Валентин Павлович. Я тогда громко, Валентин Павлович Береха со мной хочет поразговорить. Они говорят, да, тогда товарищи, я говорю, вы себе побудьте. Все разошлись. Я остался в Сибирце, зашел, я говорю, закрою окно. И так далее. Вот мы сижу, он звонит, Мухединов, я говорю, да. Ты что, вчера на заседании беру ЦК выступил против моей записки? Я тут же понял, что он полностью знает слов в слов. Я говорю, Лаврентий Павлович, здравствуйте. Говори, говори. Даже не ответил. Я говорю, я не выступал против записки вашей. Я выступал за правду, за честность, за то, что в партии не ли не проводилось в кадрах вопросов. Ты что, меня обвиняешь? Нет. Я не о вас говорю. Я говорю, о кадрах и политике. Так вот ты, кадровик, политик, запомни. Я тебе сотру с порошок, сниму с работы. Вот тогда ты будешь лекции читать. О политике. О политике и о кадрах. И повесил, вырвал мне. Но ты, Халима, тебе не могу воспринимать все его слова. Очень такой сочный. И на этом, значит, кончилось. Так он положил трубку, я тоже звоню. Аминь Ерманович. Я говорю, примите меня. Он говорит, сейчас скоро обед. Три можешь прийти. Я говорю, я приеду. Секретаря тоже пригласить. Приехал. Там, значит, это, Мельников, Абдразаков. Секретарь сидят. Я рассказал. Ох, ох. Не горячитесь. Уладиться спокойно будем проводить это дело. Доложим. И так далее. На этом кончилось. Разошлись. Следующий день. Только собрался в район поехать. Звонок. Говорит. Вас вызывают не раз в ЦК. Приезжаю туда. Сидят члены бюро. Говорит. Есть предложение освободить товарища Махудинову от должности председателя Совета Министров. Я молчу. Я понимаю, о чем речь идет. Другие говорят, что такое? За что? Иван Иванович Петров. Командующий округ. Генерал армии. Ох, молодец. Вот так он заикал. Кто это из Москвы? Ну, руководство. Тогда был очень хороший человек, Байзов Александр Петрович, председатель КГБ. Он. Говорит. Ну, скажите конкретно. Абнир Матыш. Он говорит. Берия. Глава Леонид Павлович звонил. Он предложил. Как? Он заместит, пожалуйста, салонаркома. Абхудинов член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета. У нас, пожалуйста, дать совету не взяты. Не выйдет. Вот вы. Мы не согласимся. Вот товарищ Ниязов, товарищ Мельников. Давай он поговорит. Прямо Хрущевым, Маленковым. Так не поступали. При всем нашем уважении. А еще, кстати, его записка. Мы изучим. В пределах возможностей сделаем. Об основном доложим. Все. А ты спокойно. Я щучаю, говорю. Для того, чтобы с тобой успокоиться, хотя бы рюмочку выпить. Чтобы разрядить обстановку. Бюро идет. И кончилось с тем, что мы сидим. Все чай подают, кофе. И потом они заходят. Он снова нас отругал. Потом, когда вышли, говорит, на этого Хрущева. Хрущевца спокойно. Займитесь делом. Изучайте. Я поговорю с Маленковым. Маленковым был. Президент Соломарков. Он держал трубку. Маленковым. Маленковым. Акасимов сказал. Не позволим. Он номенклатуру политбюро. И прежде Верховного Совета. Здесь мы обсудим. Продолжайте работать. И в этом кончается тем, что вызывает третьего Аминьер Матович. Нет. Шестого. Вызывает Аминьер Матович. Говорит. Собрались. Но есть предложение, говорит, все же освободить Нуданокрамовича. И утвердить его первым заместителем председателя Совета Министров и министром иностранных дел Узбекистана. А сюда прилетает Усмай Юзубович. Он был министром Клопкового Союза СССР. Министерство ликвидируется. Он. Давайте не будем осложнять молодой пятый-десятый такой. Я тут говорю. Я прошу меня почитать Военную общественную Академию Москву или любой област на работу. Неоткуда мы работаем членом бюро останетесь первым заме председателя и министром иностранных дел. Вот так я работал. Впервые роль министра внешними делами начал. заниматься вот это может считать первой у меня школа, когда я стал дипломатом по неволе. Нуридинокрамыч награжден более сорока боевыми и трудовыми орденами и медалями Советского Союза, а также ряда зарубежных стран. Чем определяется общественная значимость личности? Не званиями и наградами, изрядно девальвированными в наше время, скорее любовью народа. Одними людьми восхищаются, других почитают, его любили. Много сделал мухединов для своего народа, для республики. Выбивал в госплане фонды, финансы, строительные материалы, лес, продовольствие, различные оборудования. Строились новые дороги, растительные каналы, появились новые научные институты, вузы, больницы, школы, заводы, фабрики. В ноябре 1956 года в Ташкенте был открыт первый на Советском Востоке телецентр. Построен аэропорт. Большим событием тех лет стал Всесоюзный съезд хлопкоровов, состоявшихся в Москве. Большое внимание было уделено культуре, литературе, искусству. Ему принадлежала идея проведения Всесоюзного съезда интеллигенции в Ташкенте. С расширением связи со странами Запада и Востока роль интеллигенции бесспорно возрастает. В октябре 1958 года в Ташкенте состоялась первая конференция писателей стран Азии, Африки. Здесь же стали регулярно изучение духовности со всех континентов мира в пространство Узбекистана. В Ташкенте побывали такие видные государственные деятели, как Неру с дочерью Индиры Ганди, Абдель Нассер, Сукарно, Уну, Шахиншак, Мухаммед, Ризапах Леви, Сарвапали, Радхакришнан и многие другие. Ташкент превратился в место достаточно предъявательное для встречи деятелей культуры и политики Востока. Мухединов стал признанным В почти любой страны есть много примеров того, как какой-либо правитель достигал вершины славы, но бывал быстро низвергнут. Александр Македонский, Нерон, Чингисхан. Вот лишь несколько примеров из прошлого. Да и в нашем веке есть тому горькие примеры Гитлера, Муссолини, Полпота. Однако в истории человечества есть примеры талантливых руководителей, которые рассматривали свою страну и ее народ как большую человеческую семью. Некоторые из них были лишь правительствами, другие людьми действия и вели свои страны и народы к лучшему, более гармоничному, мирному, прогрессивному обществу. Такими руководителями были Ганди, Неру, Хошимин, Рузвельт, Нассер. Другие, такие как Сталин и Мао, сочетали в себе черты обоих типов руководителей, но взрастили в себе иллюзии в отношении своего величия и всемогущества и этим причинили огромные и бессмысленные страдания своим собственным и другим народам. Они добились определенных результатов, но ценой больших человеческих страданий, которых можно было бы избежать. А избежать этого можно было бы, обладая самым главным духовностью. Духовность есть умение переизлучать время. Когда человек рождается в духе, он становится необычным. Такие люди своим духом держат города, способные в этом мире все изменить и преобразовать. Чем мы дорожим в этой мире? Почему говорим «я человек, я хочу остаться человеком»? Совесть, честь, любовь, благородство, достоинство – это все чисто человеческие понятия. Но как прозрачны границы понятия человечность и бесчеловечность? Второе может проявиться только в голограмме. Сталин показал нам устройство голограммы во всей своей красе. Пирамиды, плакаты, портреты Сталина – это и есть символ голографического размножения, когда произносится «Отец народов». И тут же люди, у которых уводят всех близких и родных, которые теряют для себя самые ценные в мире, которые без страха не ложатся спать и не встают, вдруг начинают повторять «Отец народов». Что же сумел сделать этот «Отец народов»? Он сумел размножить голографический образ этого среднестатистического больного человека. Гениев с алитонами в гулаг, чтобы не мешали, а остальных живущих в голограмме достаточно было спрессовать и выбить золотую середину ради этой середины, чтобы их не трогали, люди были готовы продать кого угодно. И здесь в этом мире абсурда Мухеддинов не потерял, на мой взгляд, солитонного звучания. Много успел сделать на резинокрамыч, безмерно много, но все, что он сделал, могло бы кануть в безвестность, не соверши он самого главного поступка. В жизни приходится принимать решения, за которые можно поплатить со свободой или головой. Часто жизнь предлагает нам сделать выбор либо немного уступить силе, пригнуться, или же устоять, слегка распрямиться и сделать выбор верхнего порядка, выйдя на точку золотого сечения. А произошло следующее. В 1949 Мухединова на стол положили список из 60 человек, подвергшихся репрессиям. Его подпись должна была быть последней. Он содрогался, прочитывая фамилии известных писателей, ученых, деятелей культуры и искусства. В каждой строчке, за каждой фамилией он видел большую человеческую жизнь. Вот их считают, говорят, националистами. Против советской власти национализм они ушедут. И поэтому, нам поручено дать санкции моих арест и тата. Шкурат, Шазо, наш был, потом Шпрузо, вот такие все сайдамы, вот такие, все крупно, 60 человек. А Мир Матюши говорит, так, такое дело. Я говорю, зачем мы нам давали это? Я говорю, где основания? У них есть основания. Я говорю, а мы тут при чем? Ну, тройка ликвидирована, но фактически существует. Я должен санкции давать. А вы секретарь по пропаганде. Вы отвечаете за все это. Я говорю, разрешите мне выйти в Москву. Он говорит, зачем? Я свое мне не скажу там. Так нельзя. Но получилось так, что по делам меня туда вызвали, проверяли национальные, это культурные национальные, деятели нашей области культуры, искусствия и так далее, для разбора. Взывали Амир Матовича и меня, он заболел. Грибом, вот я поехал. До заседания секретариата я зашел к Маленкову. Я его узнал, полно мангану, она разбор делала. И вот тогда я им сказал, вот список, нельзя так поступать. Я говорю, вот столько мы погубили в 40-х, 30-х годах. Вот столько погубили во время войны. Без интеллигенции не может существовать государство, народ. Они живут, мозг, ум народа. Вот это все, если убрать, тогда что там будет делать? А ты что говоришь? Я говорю, нельзя. дайте нам спокойно разберемся и определимся. Он говорит, я посоветуюсь. Ну, видимо, он посоветовал со Сталиным, что ли, я не знаю. А потом говорит, потом он мне говорит, он говорит, это ты лично свое мнение говоришь? Мне он говорит. Я говорю, да, это мое мнение. А как остальные, как Ниязов? Я говорю, Амин Ярматович сказал, что линию партии нам надо строго придерживаться. Я пишу это. Он говорит, правильно сказал, Ниязов, линию партии надо строго придерживаться, на то ему руководители, народ и актив выполнял. Но и ты прав. Индивидуально надо разобраться с ними. Вот вы разберитесь и решайте сами. Я говорю, решать-то будем, если отсюда не будет команды. Прокуратура, МВД, КГБ, Верховный суд и так далее. Он говорит, мы позабудимся, чтобы они там санкции дали. Вот приехали мы, они уже были, сидели в тюрьмах. Все они по двой, по трючок, по камере одной. Вот. Шкурло и шайхсода в одной камере и так далее. Вот так все были. И вот после этого мы реабилитировали всех, кто единого. Кто спас одну человеческую жизнь, тот спас целый мир, гласит восточная мудрость. А он спас 60 замечательных человеческих жизней, рискуя потерять свою. мудрость. Испытания временем в наши стремительные дни очень серьезные испытания. Время меняет масштабы и порой люди, которые когда-то казались нам значительными, как бы уменьшаются в размерах. Особенно если мы сравниваем их с тем истинно великим, что мы увидели и узнали дальше на своем пути. Время расправляется и с воспоминаниями, стирает и гасит их, если они нестойкие. И то, что в былую пору пленяло или занимало нас, вдруг бесследно уходит из памяти, словно лист, унесенный ветром. Ведь жизнь человека это миг вечности. На родину в Ташкент Мухединов вернулся в марте 1986 года. Свои заявления на имя Горбачева писал вместе с другом детства Анваром Касымовым. Я вернулся к своему народу, говорит Медзинок Рамыч, который так много сделал для меня. Здесь в Ташкенте Мухединов приложили несколько высоких должностей, но он отказался от них и стал работать советником правительства. А затем его утвердили председателем общества охраны памятников. Принял он высокую ответственность охраной заветов культуры, памятников старины, и здесь нужны чуткие люди. Вернулся домой с богатым жизненным опытом человека, решавшего большие проблемы государственного и межгосударственного уровня, встречавшегося с видными общественными и политическими деятелями мира, занимавшего высокое положение в стране, проработавшего чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Сирии, он не расплескал своей душевной теплоты и обаяния. По сей день терпеливо и внимательно может он выслушать любого человека. Среди быстрых примеров нашего безверия и веры, среди кратчайших симпатий и отречения, среди наших надежд на тихой улице за скромным столом пишет Наря Дзинокрамыч свои книги воспоминания. В Ташкенте издана на узбекском и русском языках книга «Годы, проведенные в Кремле». В Москве вышла в свет книга воспоминаний «Река времени». В Ташкентском издательстве готовится к печати третья книга, а на четвертой Мухединов работает сегодня. О своей творческой работе Наря Дзинокрамыч говорит следующее «Все, о чем я пишу, сугубо личное. Я пишу так, как думал и чувствовал тогда, когда все это происходило. Я был представителем той высшей власти, был воспитан тем строем и той системы, о которой пишу». Наря Дзинокрамыч строго придерживается принципа историзма. Описываемые события дополняются документальным материалом. Почитайте эти книги, и вы станете свидетелями многих интересных событий. Почерпните много полезного для себя. Она интересна для самого широкого круга читателей, а также и для историков, политологов, для дипломатических работников. Счастлив тот, кто на своем пути в жизнь может встретить мудрого старца. Старца, который бы направил его на верный путь. Дети и внуки Наря Дзинокрамыча в его лице встретили этого мудрого старца. Для них, очевидно, он является не только отцом, дедом и учителем, наставником жизни, но кем-то гораздо больше. Через него и через свою нежную, заботливую матушку Макарамапа научились они ценить те прекрасные страницы, которые раскрывают перед нами жизнь. У наследов у своих родителей то самое главное, что есть чувство свободы, внутренней свободы, солитонное звучание на точке золотого сечения. Я кажусь тем, что у нас большая и счастливая семья. Детей у нас девять сыновей и дочерей. Это получилось так, что я вот в 1939 году женился вот на Макарам. Через семь дней уехал совсем. Через пять лет встретился на один день. Снова уехал. Вот во время войны она была педиатром из Украины, Беларуси, России. И мы это направили сюда и эвакуировали 250 тысяч детей. Вот она, будучи врачом, взяла пятерых. Но потом я вернулся и наши пошли. И обслуживались у нас девять, десять сыновей, дочерей у одного Боря. Беларусь. Гомеля увидели на экране нашу семью и она узнала своего внука. Родители погибли. И вот она приехала и он уехал. Но и до сих пор он ходит в дюбитейку у себя. Вот. Теперь от всех их они разбросаны на спятые четыре приемных. У нас вот восемь было собственных, а потом от них обслуживали пятнадцать внуков и внучек. Правнуков у нас двое, правнучек три, всего пять. Вот сегодня вот за салом видела несколько из них. А тогда колхоз у нас большой. И что хорошо, я этим еще раз хочу почком гордиться, все получили образование. Все, слава Богу, занимаются государственными делами. Профессии имеют, ученые степени, звания имеют, честно трудятся. У нас дома никакого провала изъяна не было. И вот я к чему веду. Халимагон. Великие дела, когда руководящие люди службу, чин, звание сочетают с счастливой семейной жизнью. У многих из нас трагедия в том, что когда увлекается или мужчина, особенно женщина, службой повышение не получает, семью забывает. А это окончается всегда плохо. Не хочу привести параллель, но давайте будем учиться у буржуазии, у миллионеров, Америки, Англии и так далее. Как они держат семью. Семья вдохновляет, помогает. На работе тебе очень тяжело вернулось. Какая радость, когда у тебя дома ласкает тебя, помогает, вдохновляет, успокаивает, вдохновляет. Это какое это большое счастье. Снова набираешь силу, импульс и идешь работать. А когда один. И вот отсюда я хочу сказать, в прошлый раз мы с тобой разговор делали о том, руководителю надо опасаться карьеристов, подхалимов и внутренней собственности своей слабости. Сегодня у нас другая тема. Семей несчастье это главный фактор и для него, и для будущего. Ну, мы приходим в жизнь совершенно извиняюсь голой. И потом уходим тот самый кафан и все. Все оставляем. Люди стараются накопить как можно больше капитала и так далее. Все останется. увлекают как Брежнев орденами, медалями. Тоже останется. Почет, должность все останется. Уходишь в одном кафане. Но все и состоится. Но самое большое богатство у человека, у которого есть что-то в голове, он, я прямо скажу, совершает большущую ошибку и даже преступление. Все, что у него в клетках мозга, извилина мозга, уносит с собой в могилу. Зачем это? Для крыс. И вот поэтому каждый, кто сможет, должен работать с полной отдачей. Во-первых, оправдать доверие. Во-вторых, вырастить детей, дать им путевку в жизнь. Третье, до последнего вздоха работать. И четвертый, оставлять не только богатство физическое, материальное, но все, что в голове есть. Для этого надо писать. Не обязательно, чтобы при тебе они были опубликованы. Конъюнктура великое дело. Не всегда позволяет. У кого-то нет бумаги, у тебя краска, кто-то объективно не позволяет и так далее. Но на это не надо обращать «Напиши, оставляй». Исследуя человеческую историю, не посещает ли вас мысль о том, что сцены давно разыграны и роли уже исполнены. А люди, иногда с горечью, думаем мы, только повторяют мизансцены, надевают маски, герои, жертвы или предатели. Но иногда как озарение человек отказывается в классической мизансцене играть роль римского прокуратора, не умывает руки, а уберегает человеческие жизни, думая не о наказании земном, но о суде высшем. Кто спас одну человеческую жизнь, тот спас целый мир. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok